МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проверить готовность техники и знания специалистов. В областной столице прошли всероссийские штабные учения по гражданской обороне. Еще один самарский двор благоустроили по губернаторскому проекту содействия, как преобразилась территория у дома на Красноглинском шоссе. Как подготовить социальный проект и подать заявку на президентский грант? Для представителей ТОСов и НКО разработали курс практических занятий от Общественной палаты Самары. Фильм телеканала «Самара ГИС» из цикла программ «Обернитесь» стал дипломантом 8-го кинофестиваля во Владимире. Баскетболистки Самары с победы начали новый сезон в премьер-лиге, а тольяттинские теннисистки неудачно выступили в своих турнирах. В преддверии Дня учителя губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами. Он поздравил собравшихся с наступающим праздником, поблагодарил за труд, отметил важность и высокую ответственность профессии. Участники встречи поделились с главой региона идеями по развитию системы образования и совершенствованию мер поддержки. Напомню, с 1 сентября этого года принято решение об увеличении доплаты с 5 до 10 тысяч рублей педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до 3 лет. Вместе с тем работники государственных и муниципальных образовательных учреждений получили единовременную денежную выплату. Также в этом году из областного бюджета установлена доплата педагогам-психологам 5 тысяч рублей. С заботой о месте, в котором живешь. В Красноглинском районе благодаря инициативным жителям в одном из дворов поселка Управленческий появилась футбольная площадка. Это стало возможным в рамках губернаторского проекта «Содействие». Новое покрытие и освещение уже радуют горожан. Сколько прослужит эта площадка и что еще реализовано в рамках губернаторского проекта, узнала Полина Челякова. Инициатива, благодаря которой жить становится комфортнее. Неравнодушные жители двора по адресу Красноглинское шоссе 1-23-1-24 поселка Управленческий радуются открытию новой футбольной площадки. Она появилась в рамках губернаторского проекта «Содействие». Татьяна Фурсова, жительница двора, рассказывает, вместе с инициативной группой за два дня собрали более полутора тысяч подписей, чтобы поучаствовать в программе. «Двор у нас большой, домов много, и территория двора у нас позволяет это сделать. То есть, ну как бы, нам хотелось уже что-то спортивного для детей постарше. Очень важно, потому что мы сначала сами не верили в то, что получится, а теперь мы знаем, что если есть какие-то программы, нужно обязательно в них участвовать, нужно стремиться к этому, нужно просить помощи, вам обязательно помогут, вот как нам, и поэтому нужно. Конечно, мы хотели поблагодарить нашу Красноглёвскую администрацию района, наши управляющими к районам». По словам подрядчика, все работы выполнены качественно и в срок. На спортивной площадке уложены песчаные и щебёночные основания, установлены дренажи и искусственное ограждение, ворота для мини-футбола и опора освещения. Зимой здесь будут заливать каток. Работы начали ещё в начале июля и выполнили за три месяца. Рабочим осталось лишь посеять газон и убрать строительный мусор. «Мы даём гарантию пять лет, конечно, но я думаю, как минимум лет 10-15 он прослужит без проблем. Желательно коллеги, конечно, чтобы здесь именно в футбольных бутсах не играли дедешки, чтобы использовали обычные кеды, кроссовки и так далее. Тогда она прослужит очень долго. В любом случае мы профилактику каждый год будем проводить, приезжать, смотреть, всё ли здесь нормально». Чтобы принять участие в программе «Содействие», жителям в первую очередь необходимо составить заявку. В остальном помогут. «Приходят, разговаривают, обсуждаем проекты. То есть данный проект тоже был согласован и составлен мной лично, совместно с жителями района». Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе отремонтировали проезды и сквер. А также благодаря проекту «Твой конструктор двора» преобразилась детская площадка. В Красноглинском районе в микрорайоне «Крутые ключи» благодаря губернаторскому проекту «Содействие» появилась «Культ.Видеамфитеатра» по адресу Золотухина, 42. Также в планах в поселке Управленческий на улице Кузнецова построить площадку для тренировки собак. Полина Чулякова, Игорь Казановский. События. Как подготовить социальный проект и подать заявку на президентский грант? Для представителей некоммерческих организаций разработали курс практических занятий от Общественной палаты Самары. Какими знаниями поделились и как это поможет самарским активистам, мы узнали из первых уст. Подробности в сюжете. Они вкладывают свои силы в развитие территории, в поддержку старшего поколения и воспитание детей. Представители самарских некоммерческих организаций территориального общественного самоуправления прошли курс обучения, который организовала Общественная палата города, чтобы помочь активистам в правильном составлении социальных проектов для участия в конкурсе фонда президентских грантов. Была разработана специальная программа, которая включает в себя вопросы, начиная от выбора актуальной проблемы, потому что фонд президентских программ имеет очень много направлений, участия, и заканчивая уже от идеи до формирования бюджета этого проекта. Презентация, чек-листы, учебные шаблоны – все, что нужно от теоретических знаний до практического применения подготовила для участников курса секретарь городской общественной палаты, председатель комиссии по демографической семейной молодежной политике, социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых граждан, а также сертифицированный тренер фонда президентских грантов Юлия Копылова. В курс, который провели совершенно бесплатно, вошло четыре семинара – от определения гипотезы до создания социально направленного бизнеса. Многие думают, что написать социальный проект – это всестие написать сразу проект. Нет. А сейчас фонд президентских грантов вводит такой термин, как гипотеза. Социальное проектирование начинается с гипотезы. Когда ты сначала думаешь, как ты поможешь людям. Второй шаг – это ты идешь к людям и спрашиваешь, а моя помощь вам нужна? И они тебе говорят, да или нет. И после этого идет уже на основе этого исследования идет формирование проекта. На семинарах разобрали инструменты, которые необходимы для создания социального проекта. Обсудили типичные ошибки, способы решения и узнали полезные лайфхаки. В общем-то, мы все уже пишем и знаем, и выигрывали. Но четкие задачи, которые ставят сейчас президентские гранты, не всегда выполнимы по той причине, что очень много нюансов. Здесь мы как раз разбираем именно вот эти необходимые моменты, которые, как я говорю, углубление идет не в общем понятии написания гранта, а именно в качество разбора каждой позиции. Например, если в исследованиях можно приложить просто анкетирование, допустим, кое-какое, а еще и говорить, что можно дополнительно ко всему этому видеофрагмент приложить для того, чтобы было более живым, чтобы у человека горели глаза, что он хочет реально выиграть этот грант для того, чтобы не просто выиграть, а чтобы реализовать. Хочу поблагодарить общественную палату за приглашение посетить мастер-класс от тренера Юлии Сергеевны. Нет, это на самом деле очень ценно, особенно для нас, новичков, так сказать, в этой сфере, руководители других организаций тоже поделились своим бесценным опытом. У нас очень много идей, на самом деле, у них тоже много идей. У кого-то есть опыт, мы им обменялись. Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций. На конкурсной основе он выделяет средства на реализацию социально значимых инициатив. Поэтому получение грантов – это не только помощь людям, но и вложение федеральных денег в развитие Самары. Подобные мастер-классы общественная палата планирует проводить и в будущем. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. Самара присоединилась ко всероссийским штабным учениям по гражданской обороне. Тренировка профильных служб прошла в день профессионального праздника специалистов по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. Центром учений стало городское управление гражданской защиты. Проверяли готовность спасателей, службы дежурных диспетчеров и различных специалистов по безопасности на производствах. Подробности расскажем далее. Начальник Самарского поисково-спасательного отряда Александр Исаев проверяет материально-техническую базу своей техники и знания своего сотрудника. Все это часть всероссийских штабных учений по гражданской обороне. В машине все должно быть на определенных местах, чтобы при прибытии на место аварии или чрезвычайной ситуации не искать необходимые инструменты. Сейчас мы проверили комплектацию аварийно-спасательных автомобилей, в которых находится аварийно-спасательный инструмент для работы в различных условиях, как техногенных, так и природных. На выезд спасатели выезжают после поступления вызова через единую дежурную диспетчерскую службу. Они тоже сегодня участвуют в учениях и отрабатывают поступления различных звонков. Пошагово следуют определенным сценариям и отрабатывают весь алгоритм действий. Всего в диспетчерском центре круглосуточно работают 20 человек. Все они принимают обращения и передают их профильным службам. В зависимости от необходимой ситуации, если на 112 в систему поступил вызов, требуется оказать помощь скорой, связывается со скорой. В случае действия по ЖКХ связывается с ресурсоснабжающими организациями, выясняем, в чем причина, отправляют аварийную бригаду на место. Частью всероссийских учений стали и учебные группы сотрудников различных организаций. Их направляют от предприятий, где они будут ответственными за порядок действий во время чрезвычайных ситуаций на производстве. Сегодня группа отрабатывала схему развертывания пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Такие же тренировки прошли и с сотрудниками во всех районных администрациях города. Обучаемые практически самостоятельно прошли весь комплекс получения средств индивидуальной защиты, своими руками все попробовали, померили и поняли вообще, что это такое и как вообще это должно происходить в каждой организации, на каждом предприятии. Всероссийские штабные учения по гражданской обороне ежегодно приурочены к профессиональному празднику. Специалисты регулярно готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. А такие учения помогают не раздумывать на месте, теряя драгоценное время, а выполнять необходимую работу. Любой навык его нужно готовить, оттачивать, вплоть до мышечной памяти. Если мы будем об этом знать, как действовать, то вероятность спасения повышается и будем надеяться, что мы справимся с любой задачей. Различные тренировки и учения в управлении гражданской защиты проводят регулярно. Весной проверяют готовность к паводку. Летом – к лесным пожарам. Зимой особое внимание авариям на коммунальных сетях. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. Атропнадзора прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Специалисты отмечают, прививаться нужно как взрослым, так и детям. Родители должны понимать степень ответственности, ведь отказывая своему ребенку в процедуре, они ставят под угрозу его здоровье. Что хочется сказать каждому человеку, будь то он профессионал своего дела, будь то он родитель, вакцинироваться, конечно, необходимо, потому что мы защищаем таким образом свое здоровье, здоровье своих родных и близких. Соответственно, наше население, если мы берем глобальные масштабы, наша нация должна быть здоровой. И мы должны обеспечить ту безопасность, которая нам, в принципе, необходима. Поэтому я призываю всех, тем более родителей, делать вовремя прививки, следить за здоровьем детей и оставаться всем здоровыми. Этот год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении всего периода уделяют сохранению семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Воспитание ребенка – это сложный процесс. Должна ли им заниматься школа или это прерогатива семьи? Сегодня на этот счет существуют разные точки зрения и наши корреспонденты выяснили, что думают самарцы. Я уверена, что ответственная семья в первую очередь, она дает основу. Она дает то, как ребенок должен вести себя в обществе, какие у него ценности. Ну, конечно, семья. Ну, конечно, семья. Школа, конечно, тоже. Это зависит от учителя. Как он найдет подход к этим ученикам своим. Они ее и любят, и все, и как-то, вот, тоже. И то, и другое совместно должны. В школе сейчас совершенно другие правила. Обучение идут. В основном тестирование, а семья – это все-таки главное. Родители должны книги читать, гулять, заниматься детьми, ну, и как можно меньше сидеть в интернете. Многие родители на школу ссылаются. А ты для чего? Ты мать, ты отец. От вас все идет-то. В школу у ребенка ходит знания какие-то получать. И он там 4-5 часов в день проводит, а так-то семья. В семье закладываются все какие-то базы ребенка, его воспитание, его характер. Я не знаю, все хорошие качества. Там ребенок с детства объясняет, что хорошо, что плохо. Совсем отстраниться от школы не должна. Она тоже, конечно, добавляет. Кроме знаний, там, конечно, идет процесс воспитания детей. Но без семьи школа должна справиться. В семье родители закладывают основу воспитания ребенка. И вообще основу всего. Ну, я считаю, что это обоюдно все должно быть. И семья, и школа, правильно? Вот. Но больше все-таки, наверное, думаю, семья. У меня так отец учил. Семья должна любить, показывать все своим примером, а школа какие-то фундаментальные ценности тоже объяснять, показывать в коллективе, учить, адаптироваться. Ну, как можно кого-то выкинуть из этого уравнения. Счастье, помноженное на три. В перинатальном центре областной больницы имени Середавина родилась тройня. Первая в этом году. На выписке новорожденных побывала наша съемочная группа. И подробности расскажем далее. Когда Луиза и Алексей и Лехметова узнали, что у них будет тройня, то очень обрадовались. Хотя сначала был шок, рассказывает новоиспеченная многодетная мама. Рожать было решено в перинатальном центре областной больницы имени Середавина. Малыши родились с весом менее двух килограммов. Некоторое время находились на ИВЛ, но теперь они окрепли и готовы отправиться домой. Все относились к нам очень внимательно. Тем более у нас все они такие крошечки были. Я вообще боялась даже к ним подходить. Ну ничего, всему научили. Все показали, рассказали. Так что все хорошо, отлично. Детей назвали Руслан, Тимур и Софья. Имя старшему сыну выбрал отец семейства. Я очень хотел, чтобы у меня сын был с именем Руслан. Пользуясь случаем, я хотел добавить и выразить огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу и что подарили нам таких замечательных детей. Рождение тройни всегда событие, рассказывает заведующая приемным отделением перинатального центра Марина Нечаева. В текущем году это первая тройня. И, конечно, к таким родам мы готовились, ждали, когда они наступят, чтобы оказать ей вовремя квалифицированную помощь. И в тот момент, когда рождались эти детки, в операционном зале было огромное количество народу, и все были готовы к принятию тройни, все ее ждали. В прошлом году в перинатальном центре родилось четыре тройни. По словам врачей, многоплодная беременность относится к особой группе риска. А в перинатальном центре областной больницы имени Середавина созданы все условия для родоразрешения с минимальными рисками как для матери, так и для ребенка. Современное оборудование центра позволяет вынашивать младенцев, родившихся даже в условиях экстремальной недоношенности. Галина Топилина, Валерий Майор, в события. Далее, коротко о других событиях этого дня. За последние сутки на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП. В них пострадали 10 человек. Одним из происшествий, зафиксированных в Самаре, стало столкновение четырех автомобилей. Вечером 3 октября 63-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris двигался по Московскому шоссе в сторону улицы Ташкентской. В районе дома 43А первого квартала поселка Мехзавод он допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Последний от удара столкнулся с машиной Lada Vesta. Последним в цепочке стал Volkswagen. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет. Любимыми школьными учителями россияне чаще всего называют преподавателей словесности. К такому выводу в ходе опроса пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Отвечая на вопрос, какой предмет преподавал любимый школьный учитель, россияне чаще всего называли русский язык и литературу. На втором месте математика, на третьем история. 9% опрошенных любимым педагогом считают учителя начальных классов. На Землю обрушится магнитная буря, она продлится до понедельника. Чтобы избежать головной боли в такие периоды, специалисты рекомендуют соблюдать распорядок дня, не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем, пить больше жидкости и заниматься физической активностью. Это поможет организму оставаться в тонусе и снизить нагрузку на сердце и сосуды. 67 лет назад в космос отправился первый в мире искусственный спутник Земли. Советский космический аппарат запустили на орбиту 4 октября 1957 года. Эта дата считается началом космической эры человечества. За спутником следили не только специальные станции, но и тысячи радиолюбителей по всему миру. Первый искусственный спутник Земли просуществовал в течение 92 суток, выполнил 1440 витков вокруг Земли. 4 января 1958 года он вошел в плотные слои атмосферы и прекратил свое существование. Работа спутника стала большим прорывом для науки. В частности, прошли проверку расчеты и основные технические решения. Установлена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника. Прошли ионосферные исследования прохождения радиоволн. 5 октября празднуется Всемирный день борьбы с менингитом. Это опасное заболевание чаще всего вирусного или бактериального происхождения, которое также может стать осложнением после гриппа и ОРВИ. По данным Минздрава, от менингита погибает каждый пятый пациент. Болезнь характеризуется воспалением оболочки мозга. Важное значение имеет постановка диагноза в самом начале заболевания. Это минимизирует последствия, отмечают эксперты. Среди красных флагов резкий подъем температуры, нестерпимая головная боль, шейные спазмы. Позднее проявляется сыпь, которая не исчезает при надавливании. В последнем случае показана немедленная госпитализация. К мерам профилактики врачи относят своевременную вакцинацию. Как отмечают эксперты, не существует прививки, которая на 100% защитит от всех возбудителей менингита. Но от некоторых вирусов и бактерий вакцины есть. Это прививка от менингокока, от пневмокока, от гемофильной инфекции, а также прививка от гриппа. Фильм телеканала «Самары ГИС» под названием «Спасибо, что отдали меня в детский дом» из цикла «Обернитесь» стал дипломантом 8-го кинофестиваля «Шеридарь». Он получил высокую оценку жюри. «Шеридарь» – ежегодный фестиваль кино, который проходит во Владимире. Он охватывает несколько площадок, а картины участников показывают на больших экранах города. В этом году на участие в фестивале подали более 400 заявок. В жюри вошли известные режиссеры, телеведущие, операторы и актеры. Баскетболистки «Самары» с победы начали новый сезон российской премьер-лиги. Победили и новокуйбышевские волейболисты. А вот теннисистки из Тольятти этот настроение поддержали. Подробнее в нашей рубрике. Баскетболистки «Самары» начали новый сезон в премьер-лиге с победой. В дебютной игре девушки играли на выезде против «Спарта эндка» из Видного. На протяжении всей встречи гости лидировали в счете. Пару раз удавалось добиться и двузначной разницы, но хозяйки площадки каждый раз сокращали отрыв до минимума. Но выйти вперед им «Самара» так и не позволила до финальной сирены. Победа 68-62. При этом центровой «Самары» Мэлори Бейтс повторила клубный рекорд и сделала сразу шесть блокшотов в матче. Волейболисты «Новы» одержали свою первую победу в текущем розыгрыше российской суперлиги. Новокуйбышевцы на выезде играли против столичной команды МГТУ. Первые две партии прошли в равной борьбе, обе завершились с минимальным перевесом в два мяча, и оба раза в решающие моменты увереннее действовали волжане. 25-23, 30-28. Затем хозяева смогли переломить ход матча и забрали третью партию 25-19, после чего их словно подменили и они полностью провалили четвертый сет, который без труда взяли гости 25-11. 3-1 по партиям победа «Новы». Теннисистки Диана Шнайдер и Мира Андреева после успеха на Олимпиаде в парном разряде вновь сыграли в одной команде на турнире в Пекине. Повторить достижения Парижа не удалось, девушки остановились на стадии четвертьфинала. Сначала они обыграли дуэты из Японии и Украины, а вот справиться с американской парой Софией Кеннин и Беттани Матоксанс не получилось. 1-6, 2-6. Встреча продолжалась ровно час. Россиянки ни разу не взяли гейм на подачу соперниц и четыре раза при этом отдали свою подачу. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Городская администрация в своем телеграм-канале Вести с Дворянской пишет о начале марафона служения, организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Это истории из жизни людей, руководителей, муниципальных служащих, волонтеров, рабочих, общественных деятелей, которые посвятили себя своей малой родине и стране в целом. Марафон стартовал в преддверии дня рождения президента России Владимира Путина. Администрация Октябрьского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает о праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека. Студенты Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина подготовили концертную программу. Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека прошло и в Ленинском районе Самары. Об этом пишет телеграм-канал района. Для гостей организовали концертную программу под названием «Мои года, мое богатство». Жители серебряного возраста читали стихи и пели песни. Администрация Кировского района Самары в своем телеграм-канале рассказывает о прошедшей штабной тренировке. Мероприятие проведено с целью проверки готовности органов управления и сил гражданской обороны к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. В ходе учений была проверена готовность в качестве укрытия подвального помещения одного из многоквартирных домов. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok